Для Павла закон — это закон Моисея. Это те заповеди, которые Бог дал Израилю на горе Синай через Моисея. На иврите первые пять книг Ветхого Завета называются Торой. Тора была источником мудрости, чести и жизни Израиля. Это была клятва Божьей любви Израилю. Если закон был первой отличительной чертой иудеев, то второй было обрезание. Обрезание может казаться нам чем-то непривычным и даже странным. Но это был отличительный признак настоящего иудея. Это был их паспорт спасения, их карта, гражданина небес, их защитный щит на суде. Со времен Авраама это был признак их отношений с Богом. Многие иудеи верили, что все обрезанные евреи переживут последний суд. А теперь послушайте, что говорит Павел. 25 стих. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Павел говорит, что обрезание – это признак отношений с Богом, но не их суть. Обрезание ценно для спасения. Только евреи повинуются закону Моисея в совершенстве. Если же они не будут повиноваться закону, Бог считает их необрезанными. Иными словами, они становятся людьми вне завета, и их ждет суд. Наличие закона Моисея и внешнего признака обрезания не спасает их. Первый пункт. Внешние признаки не спасают. Вот вам аналогия. Много лет назад я изучал правила вождения в Британской Колумбии. Я сдал тест и прошел вождение. Мне дали водительское удостоверение. И если сегодня у меня есть водительское удостоверение, означает ли это, что я хороший водитель? Моей младшей дочери выдали права с буквой «Н» – «Новичок». За короткий промежуток времени у нее было две незначительные аварии. Через несколько недель она повысила скорость в школьной зоне. Когда ее остановил полицейский, он заметил, что в ее фургоне множество друзей. Это запрещено, если ты новичок. Она получила большой штраф. Я как отец решил, что мы должны поговорить о безопасном вождении. Мы поехали в «Айтспот», чтобы поужинать и поговорить. Когда я начал говорить о ее привычках вождения, она посмотрела на меня и спросила, «Пап, ты думаешь, ты был хорошим примером?» Это был риторический вопрос. Тот факт, что моя дочь получила права, не означал, что она была хорошим водителем. Тот факт, что у меня были права, и я знал правила, не означал, что я был хорошим примером для нее. Если мы знаем правила, у нас есть права. Но это не означает, что мы избежим наказания за нарушение закона. Точно так же наличие закона Моисея и знак обрезания не спасают еврея в день суда. А что же тогда? Павел продолжает в 26 стихе. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание, не вменится ли ему в обрезание, и необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при писании и обрезании? Необрезанный человек, нееврей, язычник, если нееврей соблюдает закон, то этот человек становится частью народа в Завете. И такие неевреи, соблюдающие закон, встанут на суде и осудят евреев, у которых было преимущество в виде закона и обрезания. На основании их добрых дел и жажды к истине эти неевреи превзойдут евреев, несмотря на свои ограниченные преимущества. Это похоже на то, что Иисус говорит в Матвее 12. Иисус разговаривал с книжниками и фарисеями. Они считали себя примерными иудеями, носителями знака обрезания и закона Моисея. Однако их сердца были ожесточены по отношению к Иисусу, и это очевидно. Иисус говорит в Матвее 12.41 «Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Неневитяне смирились перед Богом благодаря Слову, которое они получили через Иону. Книжники и фарисеи не смирились перед Иисусом, живым Словом, исполнением закона и пророков, и поэтому будут судимы. В итоге обрезание имеет ценность для спасения евреев лишь в том случае, если они могли бы полностью повиноваться закону. Ну вот в чем проблема. Никто не может. Римлянам 3.20, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Спасение никогда не дается благодаря обрезанию кожи или посвящению себя книге, даже Аврааму, отцу всех верующих. Павел говорит в Римлянам 4, что он был признан праведным на основании его веры в Бога, его отношением. Его обрезание было лишь печатью этой праведности. И вот важный момент для нас. Привычки и практики не спасают. Внешнее проявление не может заменить настоящие отношения. Знаки важны лишь тогда, когда есть внутренняя реальность, которой они соответствуют. Какой один из первых признаков посвящения христианина? Крещение. Мы призываем людей креститься. Это шаг повиновения, который благословляет Бог. Но он имеет ценность лишь в том случае, если отражает внутреннюю реальность. Его суть не во внешнем проявлении, а в том, что он символизирует сердце. которое отдано Богу. Смерть для себя и воскресение к новой жизни в духе. Мы можем продолжить. Суть следования за Иисусом не во внешних вещах, вроде посещения служений, ношения Библии, подписания заявлений и участия в причастии. Все эти внешние проявления должны соответствовать внутренней реальности, сердцу, которое посвящено Богу и Его народу. Внешнее проявление никогда не может заменить настоящие отношения. В 28-м и в 29-м стихе Павел объясняет, почему это так. 28-й стих. «Ибо не тот Иудей, кто по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но Иудей, кто внутренне и обрезание в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Павел говорит, что настоящее иудейство и обрезание это не этнические или физические вещи. Настоящее иудейство и обрезание это вопросы сердца. Обрезание это внутренняя трансформация в сердце через дух, которая приводит к жизни в повиновении Богу. Павел пишет подробнее об этом в 7-й и 8-й главе. Я хочу прочитать вам один стих Римлянам 7-6. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Вы видите, последователь Иисуса служит Богу духом. В Римлянам 8 Павел говорит, что Бог через Иисуса сделал то, что закон не смог сделать. Он дал нам возможность умереть для греха и жить по-новому. Благодаря духу сердце человека меняется. Закон Божий написан в наших сердцах, и он дает нам желание повиноваться. Это работа духа, как говорит Павел, получает похвалу от Бога. Это прекрасно в Божьих глазах. Закон и обрезание не могли быть определяющими маркерами иудеев или язычников. Они не имели силы, чтобы изменить евреев или язычников. Их идентичность должна была базироваться на настоящих отношениях с Иисусом, отмеченных внутренней работой духа. Я верю, что это актуально сегодня для нас. Мы живем в мире, который много говорит о маркерах идентичности. Мир призывает нас заглянуть внутрь, чтобы найти настоящую идентичность. Он говорит, что наша идентичность связана с нашим этносом, расой, полом, сексуальной ориентацией, соцсетями, профессиональным успехом, образованием и так далее. Нам кажется, что мы постоянно пытаемся укрепиться в своей идентичности. Мы хотим быть уверенней и достойней. Когда я только начинал взрослую жизнь, я пытался определить свою идентичность на основании одежды друзей, паспорту, который носил, участь за границей, мотоциклу, на котором ездил. Это был Кавасаки 900, словно это что-то значит. Эти внешние проявления, идентичности, были хрупкими, нестабильными. Одежда выходила из моды, друзья могли уйти, мотоцикл мог разбиться. Эти маркеры не говорили о сути меня. Будучи последователями Иисуса, у нас есть внутренняя идентичность, которая неизменна и стабильна. Если мы следуем за Иисусом, то наша главная идентичность базируется на самом Боге. Мы сотворены по Его образу, мы Его дети. Он любит и принимает нас. Мы граждане Его Царства. Мы преображаемся в подобие Иисуса. Это не развалится, не отменится. Эти реалии непоколебимы, независимо от времени или обстоятельств. Они актуальны для всех, кто следует за Иисусом. Мы все призваны пребывать в нашей идентичности в Иисусе, будучи отмечены Духом. Говоря о том, что только благодаря Духу Божьему человек может быть настоящим иудеем и пережить настоящее обрезание, Павел уже слышит вопросы читателей. К моменту написания послания к кремлинам, он учил Евангелию Иисуса в еврейских синагогах уже 20 лет. Он поднимает логический вопрос слушателей. Мы читаем о нем в 3 главе 1 стихе. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Если суть во внутренней реальности, то иудеи и язычники на одном уровне, они равны перед Богом. Есть ли какая-то ценность в том, чтобы быть иудеем? Мы ожидаем ответа «нет». Но ответ Павла удивляет нас. 3 глава, 2 стих. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Павел говорит, что у иудеев было великое преимущество. Этот стих связан с тем, что он скажет позже, в 9 главе, 4 и 5 стихе. В придачу к Слову Божьему они также стали Божьим народом. Отношения в Завете, приход закона, поклонение, обетование спасения, патриархи и Мессия Иисус. Они получили столько всего, но давайте сосредоточимся на 3 главе, 2 стихе. Павел говорит, что иудеям было доверено Слово Божье. Слово Божье — это божественные слова, сохраненные и переданные ранними поколениями. Эти слова Божьи раскрывают Божью волю и Его обетование. Бог открыл Себя не просто где-то. Как говорит Моисей во Второзаконии, 4,8, «И есть ли какой великий народ, у которого были такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Бог открыл Свою волю иудеям и обещал благословить народы через них. Во втором стихе мы видим, что Бог не просто дал им Своё Слово, но доверил им Его. Это означает, что они не просто получили Божественное Слово. Они не просто должны были сохранить и передать эти слова. Это означает, что они должны быть управителями Божьего Слова. Для этого нужна вера в Бога, который сказал эти слова, и верность этим словам. Тот факт, что им доверили Слово Божье, не означал, что они должны были держать его в себе. Это дар, которым они должны делиться. Израиль должен был стать каналом, а не дамбой. И именно в этом иудеи совершили ошибку. Они не только оставили Слова Божьи себе, но доказали своё неверие, не выполнив Слова Божьи. Они не были хорошими управителями. Мы, последователи Иисуса, призваны нести Евангелие, которое доверено нам. Считаем ли мы себя наследниками Божьих обетований сегодня? Павел нёс Евангелие. Он говорит в Римлянам 1.14 и 15. «Я должен и елинам, и варварам, мудрецам, и невеждам, и так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Он верил, что должен донести Евангелие всем в Риме, даже если это бросало вызов доминирующим представлениям того времени, вроде поклонения императору, расширения империи и моральной вседозволенности. Считаем ли мы себя носителями Евангелия? Каково доминирующие Евангелие наших дней? Мы говорили об этом несколько месяцев назад. Самое популярное Евангелие в американском обществе это Евангелие мирского гуманизма. Большинство людей живут, веря на базовом уровне в его истины, даже не задумываясь над ними. Первая предпосылка этого Евангелия гласит, что со временем мы будем развиваться в научном, технологическом, политическом и моральном плане. Нас ждет свободное, процветающее будущее. Мы можем получить свое царство, какое хотим, без царя Иисуса. Бог тут лишний. Вторая предпосылка гласит, что это утопия, эта идеальная страна чудес ждет нас. Фундаментальное убеждение этого Евангелия состоит в том, что при должных условиях и влияниях мы, просвещенные люди, можем стать совершенными и осознать свой потенциал. Все, что нам нужно, больше учебы, больше информации и одобрения. Это мирское Евангелие весьма хрупкое. Провалы между его общениями и реальностью только растут. Наши знания в технологиях и науке выросли, но на социальном фронте мы видим возвращение тройболизма, рост экономического разрыва и разрыва между элитой и простыми людьми. В приватной сфере мы видим тревогу и психические расстройства, одиночество, несмотря на гиперсвязи, постоянную дискриминацию и ненависть. Зависимость от наркотиков, еды, технологии, секса, азартных игр выросла как никогда. В то время, как Северная Америка пытается двигаться к культурному, моральному и политическому обновлению без Бога, разбитость и грех становятся все более очевидны. Мы видим, что у нас нет силы, чтобы бороться за землю, которую хотим. Мы слишком слабы, раздроблены. Мы должны признать, что на всех нас влияет эта Евангелие, независимо от нашей веры, просто потому, что оно проникло во всю культуру. Это одна из причин, почему нам так тяжело воспринимать римлянам 1.3, где Павел описывает состояние человека. Нам больно. Мы хотим позитивного послания. Но истина состоит в том, что все на земле разбито. Одна из чудесных реальностей Евангелия Иисуса состоит в том, что оно позволяет нам встретить жизнь такой, как есть, со всеми ее страданиями, и разбитостью. Мы не соберем все воедино в этой жизни. Мы все будем ошибаться. Все мы грешники. Все значит все. Но в любви Бог сделал нечто для всех нас в Иисусе. Будем ли мы нести Евангелие, доверенное нам? Позволим ли мы Ему изменить нас? Будем ли мы делиться Евангелем из любви к окружающим? Мы обязаны нести Евангелие всем. Оно продолжает быть силой Божьей к спасению верующих. Недостаточно иметь внешние признаки крещения, Библию, членство в церкви. Вопрос в том, есть ли у нас отношение с Богом Библии? Очевидно, Израиль не был уверен в словах Божьих, которые Бог доверил им. В третьем стихе мы видим, как Павел встречается с воображаемым оппонентом. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если Израиль был неверен Божьим словам, означает ли это, что Бог не является истинным и верным? Никак. Павел говорит буквально, что это невозможно, это абсурд. Хоть иудеи были неверны и отказались повиноваться словам Божьим, Бог остался верен людям. Их неверие не повлияло на Божью верность. Его характер не определяется человеческими ошибками. Как Павел пишет во втором Тимофею 2.12 «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Божья верность непоколебима. Хоть Израиль и был неверен, Бог верен. Хоть все люди лгут, Бог всегда верен своим обетованиям. Он может помочь нам, потому что Он не такой, как мы. «Мы все призваны доверять Божьему Слову». В 4-м стихе Павел цитирует 50-й Псалом. Это цитата из Псалма Давида, в котором он открывает свою душу Богу. Он был неверен Богу, предал одного из своих воинов, совершил прелюбодеяние с Версавией. Он пытался прикрыть свой грех после долгого молчания и только в ответ на личное слово через пророка Нафана. Он наконец-то исповедуется и кается. В 50-м Псалме Давид провозглашает право Бога на праведный суд над его грехами прелюбодеяния и убийства. В то время, как Давид несправедлив, Бог справедлив. В Римлянам 3 воображаемый оппонент Павла переходит к абсурду. Диатриб продолжается с 5-го по 8-й стих. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Никак. Ибо как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Воображаемый оппонент спрашивает, если наши грехи, как в случае Давида, показывают Божью праведность, то почему тогда не грешить и дальше? Разве у нас не должно быть иммунитета к Божьему суду? Разве он не поступит несправедливо, проявив свой гнев, зная, что мы все равно не можем выполнить его закон из-за своей природы? Разве наше зло не открывает Божью доброту? Фактически он говорит, разве цель не оправдывает средства? Какая удивительная рациональность. И снова Павел говорит, никак. Или что? Безумие? Павел говорит, если это так, то как Бог будет судить кого-то? Иудея или язычника? Павел говорит, говорю по человеческому рассуждению, чтобы сказать, я извиняюсь за то, что пишу здесь, потому что при буквальном восприятии это богохульство, полный абсурд. Мы, люди, любим оценивать Бога. Мы спорим о том, существует Бог, добр ли Он, или почему Он допускает то или это. Иногда мы даже проклинаем и отрекаемся от Бога. Мы даже можем утверждать, что должны творить зло, чтобы прославить Бога. Богослов Карл Барт написал следующее после Второй мировой войны. Зло остается злом, несмотря на добро, которое Бог может извлечь из него. Глупости истории остаются глупостями, несмотря на смысл, который им дает Бог. Неверность остается неверностью, несмотря на верность Бога, которая не позволяет ей полностью сойти с пути. Даже если Бог добр, терпелив, благ, милостив, верен, грех остается грехом, и в грядущем веке тот, кто не похож на нас, будет судить на основании своей истины и справедливости. Вывод Павла в 8 стихе предельно ясен. Если его читатели настолько извратились в мышлении, что хотят делать зло, чтобы явить Божью доброту, их осуждение будет справедливым. Конец спора. Если они считают, что должны прелюбодействовать и убивать, чтобы являть Божью праведность, то они действительно заменили истину Божью ложью. Так как же все это применимо к нам? Павел говорит о двух вещах, которые получили последователи Иисуса. Дар Духа и живые слова Божьи. Будем ли мы ценить Духа и Слово, доверенное нам? Бог не оставил нас одних. Сначала он сказал «Евангелие прекрасно потому, что в нем мы видим слова Божьи». В древние времена Бог говорил через пророков. Но Бог сказал еще яснее и прекраснее через Иисуса. Бог обратился к нам через Своего Сына, Живое Слово, и это изменило все. Бог в Своей благодати к человечеству, которое называет добро злом, а зло добром, обратился к нам в любви и милости, когда мы шли в другом направлении. В совершенной любви и справедливости Он открыл нам путь для познания Его через жертву Его Сына. Бог так милостив, так добр, такой любящий. Он обратился, чтобы мы познали Его и были с Ним. И если Отец привлек нас в историю Иисуса, если мы отдали свои жизни Иисусу как Господу и Спасителю, то мы приняли дар Духа Святого. Бог пришел, чтобы жить в нас. Дух Бога Живого, который написал Писание через апостолов и пророков, пребывает в нас. Нельзя представить себе более близких отношений, чем отношения в Духе. Дух записывает Божьи законы на наших сердцах. Он говорит с нами, направляет нас, учит, обличает, вдохновляет, дает силу. Внутри нас есть ресурсы Небес, Дух и Слово. Мы родились от Духа Божьего в живой надежде, которая наполняет нас радостью сейчас и дает уверенность в спасении, а также направляет нас к возвращению Христа с невероятными ожиданиями. Так что же мы будем делать, чтобы взращивать наши отношения с Иисусом? отдадим ли мы себя преображающим делам Духа? Как мы будем нести Слово, доверенное нам? Будем ли мы переваривать его, заучивать, позволять менять нас? Будем ли мы в любви делиться тем, что Бог доверил нам с окружающими? Слово, Продолжение следует... Продолжение следует...